Приветствую, друзья! Кто является главной путинской опорой на войне с Украиной? Можете не перебирать в уме генералов или министров обороны. Самый важный для военной пост занимает гражданский чиновник. Более того, это весьма далекая от армии женщина. За время войны Россия столкнулась с санкциями, торговыми ограничениями и беспрецедентными расходами на ведение боевых действий. Но система устояла. Кто же помог устоять военной машине? Кто тем самым дал возможность Путину продолжать агрессию? Мой ответ – глава Центрального банка Эльвира Набиулина. Издание «Политика» недавно поставило Набиулину на первое место в категории разрушителей. Конечно, имеется в виду разрушителей мирового порядка. Для Путина Набиулина наоборот. Именно тот человек, который позволяет сохранять макроэкономическую стабильность. После начала войны Набиулина записывает знаковое обращение к сотрудникам Центрального банка. Конечно, мы все хотели бы, чтобы такого не произошло. Но мы все делали для того, чтобы наша финансовая система и мы, как Центральный банк, могли справиться с любыми шоками экономической и политической природы. Она как бы говорит – я не поддерживаю войну. Но тут мы технократы, наше дело управлять финансами, мы в политику не лезем, главное – сохранять экономическую стабильность. А поэтому работаем на режим, как и раньше. Такая публичная позиция позволяет многим оправдывать Набиулину, мол, она в глубине души против войны. Но не может оставить свой пост, потому что иначе придет какой-нибудь Глазиев, который угробит экономику, доведет страну до разрухи и голода. Мы знакомы с Эльвирой Сапхизадовной более 20 лет. Я с уважением отношусь к ней как к специалисту, но категорически не согласен с попытками вывести ее за скобки ответственных за войну. Она служит не стране, не россиянам, а Путину и его режиму. И несет ответственность за его преступления. Эльвира Набиулина технично и профессионально поддерживает макроэкономическую стабильность. Но кроме того, она персонально платит убийцам, она персонально оплачивает бомбы и снаряды. Благодаря ей Путин бомбит украинские города и убивает тысячи людей по обе стороны фронта. Искать виноватых в прогнозистах – это последнее дело, на мой взгляд. В условиях беспрецедентной неопределенности, в которой мы оказались, но считать, что они враги там или неверующие, мне кажется, это просто абсолютно неправильно. Действия Набиулиной смягчают текущую экономическую ситуацию в стране. Ей удалось удержать инфляцию, не допустить обвального падения рубля, кризиса неплатежей, наладить международные расчеты при отключении стандартных механизмов. Но профессионализм главы ЦБ, поставленный на службу диктаторскому режиму, ведет лишь к продлению этого режима. В общем, вместо тяжелого кризиса, предсказанного многими экспертами в начале вторжения, который мог заставить Путина прекратить агрессию, путинская экономика столкнулась лишь с временными трудностями. За такие заслуги Набиулину весной 2022 года переутвердили в должности главы ЦБ на третий срок, до 2027 года. Это будет рекордом для российских руководителей Центрального банка. Говорит о том, что Путин полностью доволен своим главой ЦБ. Именно своим, потому что главная функция Набиулиной – это смягчать макроэкономические последствия путинских диктаторских решений. Я очень рассчитываю на то, что финансовое, наше ведущее финансовое учреждение, главный финансовый регулятор под вашим руководством будет действовать так же независимо, так же уверенно будет себя вести, будет принимать нужные своевременные решения. У Оливеры Набиулиной есть устойчивая репутация либерала. Оливера Набиулина – либерал, конечно, но она совсем не фанат провинциального монетаризма, как твердые кудрецы. Она прагматик, готовый слышать и слушать. И даже в условиях войны она пытается ее сохранить. Мы слышим истории, как она якобы неоднократно подавала в отставку. Как она вместе с Грефом пыталась предупредить Путина о разрушительных последствиях украинской авантюры. Набиулина выражает беспокойство, что в России часто стали отнимать акции частных инвесторов и вообще есть угроза перехода к плановой экономике. Очень трогательное беспокойство, очень трогательная забота об экономике. Откуда же возникли эти угрозы? Так и хочется сказать цитаты из Достоевского. Да вы и убили, Родион Романович, вы и убили. В смысле, что во многом это Эльвира Набиулина довела страну до момента, когда есть риск возвращения советской плановой экономики, когда у инвесторов отбирают акции, когда страна в уголовном кодексе, в котором есть статья за развязывание агрессивной войны, третий год ведет такую войну. Конечно, я не говорю, что вина лежит только на Эльвире Набиулиной. Но она является очень типичным и знаковым представителем так называемых системных либералов. Образованных, современных, технологичных бюрократов, которые начинали с построения либеральной экономики, а закончили прислуживанием диктатору. Общество не готово поддерживать старую модель управления, когда оно делегирует избранным значительную часть своих жизненных вопросов. И раз в год или раз в четыре года, в пять, в шесть голосуют. Греф, Силуанов, Кудрин, Набиульна. Они делали вид, что просто хорошо выполняют свою работу, а сами строили финансово-экономическое основание для милитаристской диктатуры. Им нет оправдания. Они не ушли в отставку после 2014 года, после захвата Крыма и вторжения на восток Украины. Тогда можно было сохранить репутацию. Они не ушли, хлопнув дверью после широкомасштабного вторжения в Украину в феврале 2022. Тогда можно было избежать соучастия в ведении преступной войны. Представьте себе, если бы в начале войны Набиульна, Силуанов, Кудрин, Греф, все прочие системные либералы объявили о своем решительном несогласии и ушли из госслужбы, что бы Путин сделал? Убил бы их всех? Чушь. Посадил? Возможно. Но разве это не лучше, чем быть соучастником кровавых преступлений? С большей степенью вероятности заменить их такими же компетентными управленцами не получилось бы. И после первых же серьезных кризисных явлений Кремлю пришлось бы сворачивать войну. Десятки тысяч людей в России и Украине сохранили бы свои жизни. Сотни миллиардов долларов не сожгли бы в печке бессмысленной бойни. Что произошло на самом деле? Во многом благодаря таким прилежным и продвинутым технократам, как Эльвира Набиулина. И продолжается дальше. Счастливо вам. Лояльность и профессионализм – хорошее качество. Но никогда вы работаете на диктатора и убийцу.